Американская демократия, которую Вашингтон на протяжении нескольких десятилетий насильно навязывал другим государствам, повсюду оборачивалась лишь кровопролитными войнами и хаосом. Таким мнением накануне поделился Владимир Жириновский. Политик отметил, что Афганистан полностью разрушил модель американской гегемонии. Человечество пришло к выводу, силовыми методами нигде никто не должен навязывать никакие принципы, никакую власть, никакие формы образования, демократии, экономики, моды. Не надо. Вот они одели паранжу все и пускай ходят паранже. А в Европе там уже разделись почти до гола, как пляж нудистов. Пускай. Ни те, ни другие не должны воспринимать друг друга враждебно. Разные цивилизации. Но нас больше интересует, конечно, демократия. Это претензия США управлять миром. Каким миром будете управлять? Кровью? Залили кровью всю планету. Угрожали Северной Кореи, в крови Афганистана, Ирак, Сирии, Ливии и так далее. Ирану угрожают сейчас. На Кавказе они были. Вся Кавказская война. Когда талибы пришли к власти, у нас в разгаре была своя война на Кавказе. И тоже там были такие же представители разных структур. И тоже было полно оружия. И паспорта были чужих стран, в том числе соседней турецкой стороны. В том числе от разведывательных структур. Все кончается, это плохо. То есть, вот сегодня Кабул, это вот страница в истории человечества. Вот они вошли в Кабул какого числа там? Какое число было? Воскресенье. А? Воскресенье? Воскресенье 15-го числа. Да, вот август. Вот это август 2021 года. Это августовская революция по завершению всех силовых революций на всей планете Земля. Мусульмане всего мира сказали нет иностранного вмешательства. Теперь мы говорим, американцы, успокойтесь. Везде, где вы были, насилие, произвол. И только хуже. Нигде лучше не стало. В том числе и в вашей стране уже у вас осаждают парламент ваши недовольные граждане. Поэтому это конец модели, что кто-то будет управлять миром. Никто больше никогда миром управлять не будет. Тем более на штыках, тем более ложь американской демократии. Сегодня нет в мире хозяина и хорошо. Нету жандарма и хорошо. Нету главного, нету учителя. И это отлично. Россия пора прекратить помогать всем подряд, считает председатель ЛДПР. Наша страна одна из богатейших в мире, а уровень жизни половины населения с трудом дотягивает до прожиточного минимума. Владимир Жириновский поделился рецептом грамотного управления государством, которое позволит россиянам не испытывать нужду. Даю рецепт, как нам стать сильнее, богаче, лучше, чтобы мы давали пример всем, кто смотрит на нас, что можно жить лучше. И не по американской модели, не по модели талибов, не по модели Евросоюза. Никому помогать не надо. У нас огромное количество ресурсов. Мы уже сегодня самая богатая страна. Но богатым должен быть человек. Квартира на семью должна быть трехкомнатная, если вас трое, комната на человека. Зарплата должна быть 50, 70, 100 тысяч. Работа постоянно должна быть. Продукты должны быть стабильные цены, высокого качества. Бесплатное медицинское обслуживание. Кто уж очень такой богатенький, пусть будут отдельные медицинские коммерческие центры. Бесплатное образование для всех. Если богатенький хочет ребеночка своего в особых условиях, там пусть одна школа на город, коммерческая школа. Один вуз на целый регион коммерческий. Чтобы люди спокойно знали. Врач бесплатно, школа бесплатна, зарплата 100 тысяч, квартира трехкомнатная. И участок земли самому выращивают. Борщевой набор они регулируют. Да вы не мешайте землю получить. И люди сами вырастут борщевой набор у себя на гряхтах. А вы заставляете покупать все это гнилье на рынках, а там спекулянты в основном с юга сдувают цены. Так это же управление страной. Поэтому ЛДПР готова управлять страной. Знает, что она делает. У нас три губернатора. Смоленск, Владимир, Хабаровск. Пожелаем победы на выборах в Хабаровске, победы на выборах во Владимире. И прекрасные дела идут у Островского. Там, где губернатор от ЛДПР, условия жизни лучшие. Но все скрывают. Вам ничего об этом не говорят. Специально. Чтобы не рос авторитет ЛДПР. Грузопассажирский терминал на Большом Уссурийском острове позволит вывести экономику Хабаровского окраина на новый уровень. Об этом рассказал в рио губернатора региона Михаил Дегтярев. Он отметил, что строительство терминала находится в завершающей стадии. Также глава поделился ближайшими планами развития проекта индивидуального строительства с собственными силами из местных материалов. Мы готовим проект к запуску и запустим его уже в начале следующего года по индустриальному, индивидуальному, жилищному строительству. Будет предложено гражданам три проекта типовых. Больше невозможно. Это уже будет дорого. Площадью 120, 170, 250 квадратных метров из наших пиломатериалов. Мы сейчас привлекли наших местных производителей. Мы готовим площадку как раз на территории опережающего развития и запустимся в следующем году. Пилотным будет большой участок земли, где землю получили 250 многодетных семей, но там не построено ни одного дома. То есть по разным причинам. Дорого, не было проектов, не было инфраструктуры. Мы подведем в следующем году туда дорогу, электричество и предложим дешевые, быстро возводимые проекты из нашего сырья. Ну и вообще дальневосточный кластер стройматериалов, это то, о чем мы с вами говорили. Я знаю, что вы поддерживаете этот проект. Логистически он идеально должен быть расположен в Хабаровске. Есть земля, есть железная дорога, есть международный авиационный хаб, есть сырье и есть, самое главное, рынки сбыта. Мы сейчас занимаемся подготовкой к открытию грузопассажирского терминала на острове Большой Уссурийский в Китайскую Народную Республику. Это даст серьезный толчок развитию торговли между нашими государствами, как на экспорт, так и на импорт. Мы сегодня видим, что, например, предприятие, производящее теплоизоляционные материалы из Хабаровска, направляет в Китай грузы через Владивосток. Если мы вот здесь, буквально в 20 километрах, откроем грузопассажирский терминал, мы спокойно сможем экспортировать нашу продукцию в Китай, так же, как и импортировать из Китая. Без Большого Уссурийского и грузопассажирского пункта пропуска нам здесь не обойтись. Лоббирование социально значимых законопроектов, направленных на повышение качества жизни различных категорий граждан, приоритетное направление ЛДПР. С особым уважением депутаты фракции относятся к многодетным семьям. Первый заместитель председателя Думского комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов стал автором очередного законопроекта, призванного поддержать многодетных. Сегодня я внес законопроект в Государственную Думу, в котором мы поддерживаем многодетные семьи. Это касается льготы в отношении налога на имущество. Получилось так, что льгота по земельному налогу этой категории граждан существует, а вот по налогу на имущество мы их потеряли. У нас там достаточно большой перечень, 16 категорий. Совсем недавно туда мы отнесли и пенсионеров, в том числе, соответственно, это и ветераны, и участники боевых действий, и инвалиды. Там большой перечень закрытый. Но многодетных семей там не было. Данным законопроектом я считаю, что мы окажем достаточно существенную поддержку именно многодетным семьям, потому что это проблема, скажем так, во-первых, найти комфортное жилье для большой семьи, а во-вторых, как обычно в нашей стране, многодетные семьи – это семьи с низким достаточком. Поэтому снижение налоговой нагрузки, конечно, это для них существенная поддержка. Ну и самое главное тоже, наверное, надо как-то унифицировать и приводить в соответствие. Если мы эту категорию поддерживаем по земельному налогу, учитывая, что природа этих налогов совершенно одинакова, мне невозможно на встречах объяснять многодетным семьям, почему по этому налогу есть поддержка государства, а по налогу на имущество – нет. Поэтому я считаю, что мы так в комплексе эту проблему решаем, вычищаем, и самое главное – поддерживаем многодетные семьи, чтобы они не остановились, больше рожали нам детей, имели возможность приобретать более комфортное жилье и не платить по этому имуществу налоги. Такую льготу мы им предоставили. Пока в российских семьях полным ходом идет подготовка к новому учебному году, в самих школах заканчивают косметические ремонты и наводят окончательный порядок. Не исключение учебные заведения Смоленской области. В рамках рабочей поездки Сергей Леонов пообщался с руководством лицея номер один имени Академика Петрова, гимназии имени Пржевальского и школы номер 37. Учреждения уже готовы к новому учебному году. В дополнение к традиционному косметическому ремонту в школах появится новая мебель, посуда и жалюзи в столовых. Недавно я разговаривал с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. И администрация города Смоленска и руководство ряда школ поставили вопрос о необходимости обновления мебели в столовых, посуды в столовых, подготовить столовые именно к 1 сентября и к выходу детей. В столовой лицея необходимо заменить все столы. На скамейках имеются сколы, а это не соответствует современным требованиям. Далее Сергей Леонов посетил гимназию имени Пржевальского. Дети в школе проводят достаточно много времени, а теперь в этом году наша школа переходит на пятидневный режим. И, соответственно, длительность пребывания детей с понедельника по пятницу здесь значительно увеличивается. И, конечно же, каждый ребенок должен принимать, получать горячую пищу, здоровое питание. Это очень важно для развития нормального детей. Поэтому мы планируем сделать для детей небольшую зону отдыха. 37-я школа, вторая по количеству учеников в Смоленске. Здесь учатся более 1600 детей. Столовая в школе большая, но недостаточно освещенная. Теперь здесь также появится новая современная мебель. Улучшение условий пребывания детей в школах на особом контроле у сенатора. К этому часу все новости. Напоминаю, трансляцию эфира вы можете смотреть на нашем ютуб-канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok